друзья всем привет меня зовут дмитрий а вы на канале пестрецов shop и сегодня у нас на распаковочке вот такая вот портативная игровая приставка rgfc 520 черного цвета поставляется она вот в такой вот коробочке здесь у нас в общем то судя по картинке рождество хотя сейчас не рождество но видимо это уже приставка так сказать на будущий подарок что же давайте мы ее откроем и посмотрим что же там внутри поехали так давайте посмотрим нашу коробочку коробочка у нас из толстого картона печать достаточно хорошая на ней буковки буковки это не шелкография это тоже самая печать здесь у нас описание приставочки что идет в комплекте обязательно выделен цвет цвет у черный то есть одна консоль av кабель dc кабель и описание и что самое интересное смотрите если вы хотите играть на телевизоре для этой приставки в комплекте идет джойстик вот здесь нам говорится о том что и все 520 это значит то что на приставке уже установлено 520 игр 40 из них с функцией вибрации 480 классических игр так тут какая-то стоит digital system 3.0 у нас экран LCD панель так мультиплатформенная тра-та-та которую можете играть на телевизоре от аккумулятора работает 6 часов что же давайте посмотрим что у нас в описании описание консоль имеет 3-дюймовый цветной экран с подсветкой и все необходимые органы управления включая регулятор громкости внутри установлен аккумулятор способный питать девайс на протяжении 6 часов непрерывной игры удобный размер и легкий вес идеально подходит для игры во время путешествия или в пути на работу но производитель не стал ограничиваться лишь портативные составляющие а поэтому приставку можно подключить к телевизору наслаждаясь классическими проектами на большом экране причем в комплекте уже лежит кабель для вывода изображения на тв на консоли уже предустановлено 520 игр среди которых одни хиты словом каждый найдет для себя что-то интересное ведь консоль содержит игры самых разных жанров три с половиной дюйма тфт дисплей встроенные игры 520 штук 40 из них с функцией вибрации встроенный аккумулятор 600 миллиампер часов время работы 6 часов ну а теперь мы приступаем к открытию данной консольки так здесь у нас ничего нету коробочка сделана достаточно хорошо коробочка толстая что не может не радовать так приставочка я самую это вытащу сначала давайте посмотрим что у нас там дальше внутри дальше у нас идет а в проводок к сожалению не смогу я подключить его телевизору потому что у меня только бананчики подключаются здесь идет уже юсб кабель хочу заметить то что здесь идет юсб тайп си уже более новое и джойстик у нас идет также с юсб тайп си что может конечно не радовать то что все таки производители уже как бы новые стандарты и форматы применяют на такие старые консоли джойстик у нас выглядит вот так вот в одних из прошлых обзоров я уже показывал уже были такие джойстики скорее всего они как бы все-таки одинаковые хочу заметить на джойстике здесь вот идет гравировка так что держать вот как ни странно его очень удобно то есть и даже приятно хочу сказать потому что у меня задние пальцы не скользят по корпусу то есть даже удобно удобно играть кнопочки нажимаются достаточно хорошо это ну как бы не как сказать вот не совсем такой полный китай знаете где вообще ужас какой-нибудь и джойстик с usb тайп си так далее в комплекте у нас идет там описание юзер мануал он у нас с одной стороны на китайском с другой стороны на английском языке так сама консоль к у нас упакована пакетик давайте мы ее достанем на консольке у нас есть защитная лента защитная пленочка очень классно сделано тут у нас идут уже четыре кнопочки одна кнопочка старт select и крестовина регулировка громкости включение выключения подключение джойстика или зарядки а также у нас идет и тиви выход что же давайте мы ее врубим посмотрим так здесь у меня есть выбор либо 480 игр классических либо 40 который поддержит вибрацию давайте мне вот достаточно интересно посмотреть эту опа тут у нас уже знакомо дабы знакомое меню так давайте камеру сделаем так ну что ж я выставил баланс белого у нас такой оранжевенький но экран передает хотя бы честные цвета сам английский язык а для adventure island неужели она будет поддерживать вибрацию слушайте разрешение экрана в принципе так ничего но не сказать что там типа супер пупер но играть можно особенно для дэнди наверное это касается до вибрация есть именно в когда я даже попадаю куда-то мне кажется вот экран немножко таким волнами идет и завидно тут или нет ну да здесь очень бог так вот видно то что так вот как не резет кнопки резет здесь не туда туда мы вот хочу сказать экран немножко сдвинуть так снова aladdin 3 боже мой посмотрим что у нас интересует градус есть тоже достаточно но мы сейчас марио еще посмотрим да по звукам по звукам игра ну как бы отрабатывает все правильно то есть могу сказать что как бы есть какие-то отклонения от оригинала хотя есть игры в которых точно библиотека звуков она не соответствует но в любом случае здесь я хочу сказать то что секунду посмотрим музыка какая будет ну вроде бы вроде бы все все честно давайте дальше смотреть единственно конечно не хватает кнопочки резета но я так понимаю производитель тут как-то вот так вот давайте марио посмотрим есть тут марио вода раннер есть неплохо бомбермен донки конг не к сожалению марио нету так тогда давайте зайдем в обычные игры все то же самое только без вибрации джакал единственное я не хочу сказать да они не поэтому они по алфавиту идут что конечно очень странное решение так это не то мне нужен супер марио брос все тут вообще конечно есть те 400 игру должен быть хотя может быть и нету ну честно могу сказать да вот именно меню меня не очень так вот впечатляет с другой стороны за свои деньги да ну наверное может быть получил лучшего на рынке вы не найдете ух я уж подумал тут поэтому пошли по алфавиту бы ничего марюш или нет мне так сложно конечно так вот смотреть быстро читать да слушайте наверно нету так давайте вот марио 6 как он запустим 92 года марио 6 марио супер мур супер брос 6 ну как это к марио вообще относится боже мой это смесь игр короче да и все таки вот я замечаю то что она как-нибудь волнами идет так друзья но последнее что хочу конечно здесь проверить это как работает джойстик так джойстик я вставил наверное ее надо перегрузить вот джойстик сейчас вибрировал кстати говоря странно почему-то знаете вот уже не первая приставка где я джойстик вот просто подключаю она не этот не реагирует но вибрировать он сильно вибрирует хочу вам сказать причем приставка тоже в этот момент вибрирует ладно для меня это остается еще пока загадкой кстати говоря давайте мы еще посмотрим что же там дальше у нас здесь у нас смотрите динамик тут у нас скорее всего обычный аккумулятор типа как вот знаете были у nokia bl5c аккумулятор стоит в этой консоли выглядит это достаточно так и кстати вот это вот решение то что здесь есть сменный аккумулятор это достаточно интересная вещь да то есть не будет такого что у вас когда-то здесь выйдет батарея но вот как хочу сказать для ребенка да вещь она достаточно интересная вам не надо гемориться о том чтобы закачивать туда какие-то игры вся классика она уже здесь подводя итоги да могу конечно сказать приставка достаточно интересная в плане ну единственное я конечно не понимаю зачем ей джойстик нужен могу лишь только предположить что джойстик работает только в режиме вывода изображения на телевизор скорее всего это так а в портативном режиме понятное дело он работать не будет то есть возможно не могу вам точно сказать потому что нет возможности вообще это проверить вот консолька достаточно легкая она у вас всего отнимет почти 100 грамм чуть больше почти 104 грамма вот и это уже с аккумулятором хочу вам сказать что касается толщины самой консоли то толщина ее составляет 17 миллиметров ширина 83 а высота у нас 98 99 миллиметров в принципе все что мы могли сказать мы сказали дальше уже только выбор за вами ссылочки будут конечно в описании ну что друзья я с вами прощаюсь для тех кому был полезен этот обзор ставьте лайки для тех кому нет дизлайки если у вас остаются какие то вопросы дайте мне знать а а а а и а а и и и и и